Вы слушаете радио Болтком. Утро на Болткоме. Принимать виртуально, поскольку мы все равно пользуемся зумом, удаленными средствами связи. Но, тем не менее, мы очень рады, что в нашей студии появляется возможность и нашим слушателям задать вопрос по телефону 6212-93-9, 6213-93-9, новому министру внутренних дел. Мария Голубева с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, госпожа Голубева. Приветствуем вас. Доброе утро. Спасибо, что нашли время выйти с нами на связь. Сначала, конечно же, поздравляем с новой должностью, желаем успеха. Давайте поговорим вкратце о ваших приоритетах. Вы обозначили их несколько структурных реформ. Это борьба с домашним насилием, подготовка новых кадров, возможно, без реанимации полицейской академии. Можно немного подробнее, может быть, по каждому из этих пунктов? Ну, во-первых, конечно, система внутренних дел включает в себя не только полицию и, естественно, работать. Я собираюсь со всеми секторами, с которыми работает министерство, в том числе, например, ремонт и модернизация пожарных депо тоже входят в планы. Это было уже частью программы министерства до моего прихода, и, безусловно, я буду продолжать работу с этими темами. Но да, моим политическим приоритетом является в том числе улучшение способности полиции работать современно, эффективно, как с обществом, так и со своими основными задачами, потому что касается предотвращения преступности. То есть, например, расследование, досудебное расследование, это часть задач полиции, безусловно, мы должны улучшать способность полиции проводить такие расследования. То есть нам нужны как экипировка, так и навыки, скажем так, все современные навыки, связанные со своими технологиями. Это то, что государство должно вкладываться усилия, деньги, и я буду думать, что это происходит. Во-вторых, да, я согласна, что я хотела бы бороться с домашним насилием и с преступлениями на почве ненависти. Следовательно, это опять-таки работа с полицией, это необходимость, мне кажется, более каких-то современных подходов, которые в том числе могут выражаться просто в том, что полиция в своей работе добавляет, скажем так, еще некоторые аспекты в своей уже сейчас вполне впечатляющей работе. Больше, может быть, учитывает какие-то факторы, например, умеет распознавать угрозы, которые являются не просто, допустим, какими-то словами, а являются признаками того, что человек угрозит в дальнейшем насилие или какая-то опасность от людей, которые в конце концерта какой-то причине не сделают плохо из-за того, что он принадлежит какое-то население, например, в цвет кожи. А скажите, пожалуйста, в этой связи вы планируете какую-то активность в плане продвижения и ратификации Стамбульской конвенции? Ну, в данный момент взяла Стамбульскую конвенцию, у нас, насколько я знаю, отвечает Министерство благосостояния и Министерство иностранных дел, но я готова работать с этим вопросом, если правительство примет такое решение, и я думаю, что я буду активно в этом случае работать с этим вопросом. В последние годы, в последнее время было несколько резонансных дел, связанных с убийством известных людей. Вот насколько здесь будет продвигаться расследование, насколько будет уделяться внимание поиску заказчиков? Ну, как я уже сказала, очень важно, чтобы полиция и следователи, и милиционные распоряжения и все необходимые для этого технологии, оборудование и навыки. То есть это, опять-таки, вопрос о постоянном повышении, ну, как раньше говорили, повышении квалификации тех, кто работает в этих структурах, и это вопрос о том, какая депутатка для них доступна. И то, и другое является, безусловно, частью моих реалитетов, и я буду в этом вопросе. А каковы предпосылки улучшения этой материально-технической базы и повышения квалификации? Ну, прежде всего, финансов. Во-первых, конечно, это те вложения, которые государство может, на мой взгляд, на себя взять, потому что это, так называемые, одноразовые вложения. То есть речь не идет о том, что каждый год будет повторяться бюджетская какая-то огромная сумма. Речь идет о том, что мы один раз вкладываем в эти вещи для того, чтобы дальше полиция и следователи могли лучше работать. Я думаю, это вполне реально. Я буду говорить об этом в процессе работы на бюджетном числе. Если не ошибаюсь, буквально за пару недель до вашего вступления в должность министра, вами был подан в очередной раз законопроект, или не в очередной раз, речь о законопроекте, касающейся так называемой hate speech. Это тоже, в общем-то, грань одного из ваших приоритетов. Это имеет прямое отношение и к насилию в семье в том числе. Что вы планируете в этой сфере? Это не было о hate speech или высказываниях, содержащих ненависть по какому-то социальному признаку. Это было о преступлениях на почве ненависти. Да, спасибо, что поправили. Аспект? Безусловно, я бы хотела, чтобы полиция лучше распознавала такие преступления и лучше умею их возвращать. И это, безусловно, приоритет. Как я уже сказала, мы будем с этим работать. Я думаю, что это отчасти вопрос различных, скажем так, обучающих мероприятий. И отчасти это вопрос планирования и приоритетов. Потому что это раньше будем, честно, не было приоритетов. Что касается закона, да, там, возможно, какие-то изменения необходимы. Я, наверное, подписала, как один из депутатов, который ходил эти поправки. Но в данный момент моя деятельность больше связана, конечно, с работой полиции. И я постараюсь именно в этом направлении улучшать ситуацию, чтобы такие вещи не проходили, во-первых, безнаказанными. Во-вторых, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Неважно, это индийский студент, работающий или учащийся в Латвии. Это, скорее всего, какой-то другой социальной группы, которые часто являются объектами на месте. Вот как раз просто наш коллега Денис Ханов стал жертвой нападения. И как раз он, ну, мы когда и общались, и беседовали, мы понимали, что на тот момент полиция не рассматривала это как-то, ну, как какой-то серьезный инцидент. Как преступление на почве ненависти. Да, просто как какое-то мелкое хулиганство. Хотя это действительно было, ну, абсолютно... Ну, очевидно. Очевидно. Как министр, я, конечно, не могу комментировать расследование конкретного дела, если бы ему не было проведено какое-то дополнительное дорасследование, да. То есть я бы не хотела сейчас по конкретному делу давать комментарии по работе полиции. Но из всего, что прозвучало публично, конечно, возникает вопрос, неужели действительно там не было этих признаков. И в любом случае, я считаю, что в будущем, работая с подобными инцидентами, полиция должна задать больше вопросов о том, не было ли таких признаков, задавать их себе, задавать фактические вопросы по отношению к тому, скажем так, как классифицируются эти действия. И я думаю, что для того, чтобы с этим работать лучше, нам нужно сотрудничество, в том числе, конечно, и с Министерством юстиции, и с Сеймом. Но и, как я уже сказала, самой полиции нужно уметь лучше распознавать эти признаки. – Вступив в должность, одно из ваших заявлений было такое, ну, очень правильное, если можно так выразиться. Вы подали знак своим подчиненным, что в проекте бюджета вы закладываете свое видение возможности повышения зарплат во всех ведомствах. Каковы предпосылки? Грубо говоря, где деньги взять? – Безусловно, речь не будет идти о том, что мгновенно и очень быстро повысится зарплаты во всех службах, которые подчиняются в Министерстве юридических дел. Это было бы, наверное, правильно, но это невозможно в рамках государственного бюджета. То, что возможно, это заложить какую-то модель повышения, постепенного повышения зарплат. В первую очередь, конечно, речь идет о тех людях, которые выполняют наиболее опасную и тяжелую работу. Но и во всей системе в целом нам нужно представлять себе, как именно государство должно постепенно повышать зарплату. Потому что в данный момент, например, в полиции, разница между полицией и людьми некоторыми секторами госуправлениями, не говоря уже о вооруженных силах, ну, в пару сотен евро зарплаты, и это достаточно публичности. – У нас очень, да, звал в эфире. – Да, конечно, принимаем. – Доброе утро. – Доброе утро, пожалуйста. – Здравствуйте, я сейчас Пожа Голубева. Ответьте, пожалуйста, на вопрос своим приоритетам. Вы поставили борьбу с домашним насилием. Неужели более серьезных проблем полиции нет? Например, заказные убийства. Людей стреляют как куропаток с автоматического оружия. Люди боятся. – Ну, понятно, да. – Да, спасибо. – Вопрос понятен, да, спасибо. Ну, во-первых, если мы смотрим чисто статистически, то, конечно, жертв домашнего насилия, если мы возьмем даже там, не знаю, отрезок каких-нибудь лет пять, их будет, ну, я думаю, гораздо больше, чем людей, которые стали жертвами заказных убийств. Это не значит, что мы не должны расслабить заказные убийства. Конечно, должны. И это очень серьезная тема. И с этим надо работать. Но жертвы домашнего насилия – это тоже реальные люди, они тоже умирают криминами, и, по крайней мере, многие из них терпят очень серьезные физические и эмоциональные травмы. Так что я бы не стала, честно говоря, говорить либо одно на расследовании, либо другое. Я думаю, нам надо работать с системой. – Ну, и тем более, будем откровенны, согласно статистике подобных преступлений, даже во время ковидных ограничений стало значительно больше. И причины вполне объяснимы. У нас еще звонок, да? – Сейчас сорвался просто звонок. – Вот сейчас. – Доброе утро, вы в эфире. – Здравствуйте. Хочу задать вопрос, какие подвижки будут происходить в сторону изменения наркополитики? Будут ли подвижки в сторону легализации, декриминализации марихуаны? Будем ли мы идти по португальскому сценарию в будущем? Спасибо. – Спасибо за вопрос. Итак, декриминализация легких наркотиков. – Спасибо. Это интересный вопрос. Я в данный момент никаких политических обещаний в этом году создавать не буду, но я в целом считаю, что было бы правильнее, если... Скажем так, использование легких наркотиков было административным, а не криминальным. Я прошу прощения, к сожалению, мне нужно переходить к работе с министерством, и я боюсь с вами не попрощаться. Спасибо вам большое. – Спасибо вам большое. – Да, всего доброго. Ну что ж. – Слушайте радио «Болтко».